А вот еще одна кровавая история. Я помню, слышал ее со сцены. Рассказывала женщина из Казахстана. Она говорит, что была спортсменкой известной. Стреляла. Потом познакомилась с красивым молодым человеком. Вышла за него замуж. Родились два сына. И все было так замечательно. А потом она заболела. У нее была такая сложная болезнь. Он был не специфический, я помню, язвенный калит. У нее в кишечнике было множество язв. И она страшно, дико страдала. И год, и два, и три. И ничего не проходило. Два маленьких сына и муж, который водку пьет. И однажды муж сказал ей, как ты мне надоела со своими болячками. Хряснул дверь и ушел. И вот она осталась с двумя мальчиками. Работала дворником. В прачечной на трех работах. И при этом болела. А потом познакомилась случайно с людьми. Которые ей рассказали о каких-то замечательных продуктах. Денег не было. Она взяла в долг. Мама ей помогла взять в долг. И она стала использовать эти продукты. А потом подписалась к дистрибьюторам. И начала пытаться зарабатывать деньги. Она говорит, я была настолько отупевшая от лекарств. Настолько бедная. Настолько нифига не соображала, как все это работает. Я ходила, как старая тетка в вязаной кофте. И конючила у спонсора. Спрашивала его все время. Почему у всех все покупают, а у меня нет. Он говорит, от меня прятался, прятался. Однажды подошел, взял меня за шиворот. Подвел к зеркалу. И говорит, посмотри на себя. На кого ты похожа. Кто у тебя что купит. И вдруг я увидела жалкую, толстую, страшно одетую женщину, с выпучатыми глазами. Страдающую. И переносящую свое страдание на всех. И тем самым отталкивая от себя всех, кого только можно оттолкнуть к своему окружению. И я вдруг осознал, благодаря спонсору, что если так будет дальше, то у меня шансов нет. Я не выберусь из этого состояния. Много раз с веревкой поглядывала наверх. Куда бы ее забросить. Но мальчики росли. Она говорит, например, я помню, Новый год в Минске 31 декабря вечер, 5 часов вечера. И мой сын прибегает с улицы, весь в снегу. И кричит, мама, мама, давай меня скорее раздевай. Сейчас Дед Мороз придет, ребята на улице сказали, что он ходит, подарки раздает. Давай скорее, я не готов. А у меня, говорят, 10 рублей в кармане. 10. И накрыть на стол нечего вообще. И я, как помню, я пошла в магазин, родилась, пошла с этими 10 рублями. Купила шоколадку. Разломала ее напополам. Завернула в бумагу, красивую намотала, нашла какую-то. И положила под елку два куска шоколада. для моих маленьких сыновей. И так мы праздновали Новый год. А потом постепенно, 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 день за днем, шаг за шагом, человек за человеком. Она стала преображаться внешне, стала соображать, посещала всякие тренинги, ездила на всякие школы, работала, плакала, работала, хватала за рукава своего спонсора. И говорит, а сегодня у меня младший сын учится в Англии, у меня свой собственный дом, и я живу с мужчиной, который является лучшим культуристом страны. У меня дом, бассейн, ну короче говоря, вот так. Превратиться из толстой, больной, отупевшей от лекарств женщины с пустыми глазами от горя, бьющейся в судорогах за жизнь своих детей и свою собственную, превратиться в бизнесвумен, зарабатывающую десятки тысяч долларов в месяц, построившую организацию и сделавшую саму себя. Такие приключения только в сетевом бизнесе бывают. А сколько таких историй? Сколько таких историй? Вот эти истории и есть самое ценное. Когда мне было очень хреново, вот эти истории приводили меня в состояние боевой готовности в очередной раз, и снова и снова я шел, что-то там делал. И вот так я продержался. Ищите книжки, сейчас слава богу интернет, сейчас ютуб, сейчас море всяких разных историй. Заводите себя до страшного состояния, размахивайте перед собственным носом своими целями, одевайте очки, протирайте глаза и смотрите, как живут ваши дети. Посмотрите, во что одета ваша жена, и почему она заглядывает в секонд-хенд. Посмотрите, что ест ваша мама. Возбуждайте себя на работу. Я знаю, сто процентов, точно знаю, тот, кто действует, кто продолжает, кто рассказывает людям о своем продукте, о своем бизнесе, обязательно преуспеет. Таков сетевой маркетинг. Удачи вам!